В целом, при желании можно обходиться и ножом. Когда вы работаете с ножом, вы должны понимать то, что нужно больше контролировать, следить за собой. Потом кабель вот так вот, хоп, подрываю. Всем привет! Это видео про ручной инструмент электрика. Про электроинструмент мы уже снимали, в принципе, много видео. В этом будет именно про ручной инструмент. Первая часть ролика будет посвящена минимальному набору инструмента. В принципе, с таким набором мы начинали и зарабатывали уже первые какие-то свои денежки. Здесь у нас PZ-FL, а здесь у нас PH-FL. Но в обоих есть индекс FL, и вот этот вот длинный шлиц, он и означает то, что у нас может подойти и обычная минусовая отвертка. Вторая часть ролика будет посвящена более широкому набору инструмента, который позволяет закрывать более сложные задачи. И, в принципе, делает работу профессионала более комфортной. То есть мы посмотрим вот рез кабелерезами и рез бокорезами. Видите разницу? А в третьей части ролика мы покажем вам новинки, которые у нас у самих недавно появились. И некоторые из них нас очень приятно удивили. Нам нужно вот здесь вот просверлить. И наше сверло уже с этого места не будет съезжать. Всем привет! Вы на канале Стройплощадка. Мы занимаемся съемкой строительного контента, сборкой электрических щитов, которые мы отправляем транспортными компаниями по всей России, а также электромонтажными работами в Москве и монтажом натяжных потолков в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Также мы ведем свой канал на Бусти, на котором мы публикуем то, что в открытых социальных сетях публиковать не принято. Там у нас много интересных тем, в том числе о том, как мы строим компанию, и о том, как делать деньги на материалах, совершенно официально. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать тысяч тупо за то, что ты использовал эти блоки питания. Также важное объявление. С недавних пор YouTube стал замедлять скорость просмотра. И если вам некомфортно смотреть это видео через YouTube, по ссылке в описании вы можете перейти на то же самое видео и смотреть его через Дзен. Приятного просмотра! Здесь, как вы можете видеть, это, конечно, крайность, но реально с этим инструментом можно собрать электрический щит. Что мы тут имеем? Имеем отвертки минусовые, как их в простонародье называют. Но в зависимости от стран производства правильное название либо FL, либо SL. Поскольку практически все модульное оборудование имеет шлиц либо PHFL, либо PZFL. То есть в них везде присутствует индекс FL, что означает, что может подойти, в принципе, и отвертка минусовая наша. И это значит, что мы можем даже отверткой FL, ну, либо SL хорошо затянуть данный клеммник на модульном оборудовании. То есть здесь у нас PZFL, а здесь у нас PHFL. Но в обоих есть индекс FL. И вот этот вот длинный шлиц, он и означает, что у нас может подойти и обычная минусовая отвертка. Конечно, крутить отвертками PZFL, PHFL будет удобнее, чем просто FL, ну, либо SL их еще называют. Но, кстати, бывают еще такие случаи, когда шлиц на болте, ну, то ли некачественно пропечатан, в общем, имеет какие-то дефекты. И в этом случае на помощь как раз приходят отвертки минусовые. Следующий необходимый инструмент это ножик. Нож везде может пригодиться и в сборке щитов тоже, если нету стрипера даже, так же он может пригодиться. Точнее, пригодится обязательно. Как это делается? То есть вот у нас берется мягкий провод, которым обычно и производится обвязка электрического щита. То есть мы берем, ножом прижимаем, сильно не давим. Так вот сделали, потом можно надорвать лево-вправо и сняли. И наш провод зачищен. Следующий необходимый инструмент это пресс-клещи. То есть после того, как мы зачистили наш провод, нам необходимо одеть будет НШВИ и обжать. Когда у вас торчат лишние жилы из НШВИ, их можно обрезать. Также обрезать сам провод по нужному размеру. Но если вы работаете с проводами сечением больше 10 квадратных миллиметров, либо используете двойные десятые НШВИ, то вам понадобится пресс-клещи, которые обжимают 16 квадрат. В них, в принципе, с натяжкой можно запихнуть двойную десятую НШВИ и обжать. Ну и последний инструмент в нашем наборе это плоскогубцы или пассатижи. Не знаю в чем разница особо. Последний он не просто так, а потому что мы реально их редко используем. Несмотря на то, что этот инструмент очень распиаренный, его часто можно видеть на различных витринах и плакатах, но мы им пользуемся редко. Чаще всего это что-то подогнуть, что-то схватить, что-то поддержать, куда не подлезь рукой. Но на самом деле есть более удобный инструмент для всех этих действий. Сейчас про это все расскажу, но для этого мы переходим к более заряженному набору инструментов. Что мы тут имеем? Как я и говорил, есть более удобный инструмент, в отличие от плоскогубцев. Потому что, когда нужно куда-то подлезть, бывает то, что и плоскогубцы туда не залазят. Для этого используются чаще всего тонкогубцы. То есть, либо вот такие маленькие. Вот эти вот мне нравятся. Они хоть и не диэлектрические, но более длинные, удобные. Я не прикалываю. И кривогубцы, не знаю на самом деле, как правильно называются. Тоже, если где-то под углом еще, тоже могут иногда выручить. Ну, это как у нас и было, остается дальше. Вот такие вот кабелерезы. Для чего мы их используем? Сейчас покажу. Это изолятор от гребенки однофазной. И ими очень удобно их кусать. То есть, мы видим, у нас практически ровненький обрез получается. Загулочкой это все закрывается. И вот так вот по размерам мы их нарезаем. Есть еще более удобный инструмент, который позволяет резать под углом. Это ножницы по металлу, которые регулируют угол. Но они у нас сейчас на другом объекте. Фотографию вставим. Также этими ножницами удобно резать углы под 45 градусов для защиты кромок. Если в щиты устанавливаете какие-то пластины для блоков питания и нужно защитить кромки, либо вырезаете в металлическом щите под завод кабеля. Также можно использовать защиту кромок. И чтобы красиво были уголки все подрезаны под 45, использовать эти ножницы. Также измерительный инструмент штангенциркуль. Я часто пользуюсь замерить расстояние между модулями, чтобы наклейки печатать и необходимое расстояние между ними было. Ну и в принципе что-то замерить бывает. Какое расстояние до пластерона и так далее. Чтобы посмотреть какое оборудование влезет. Также для разметки бывает нужны линеечки. А то специально обрезов бывает прям небольшой кусок только где-то влазит. Можно им что-то отметить, прочертить. Ну побольше линеечка и вот такая линеечка. Ну есть еще в принципе здесь вот и такая линеечка. И один из лайфхаков мы обклеиваем изолентой заднюю сторону линеек для того, чтобы они не скользили. Следующий инструмент это кабелерезы. В чем их фишка над бокорезами? Почему не использовать бокорезы? Потому что они делают рез не сплющивая провод. Потому что лезвие заходит равномерно, как бы по кругу. И поэтому сплющивание минимальное. То есть мы посмотрим вот рез кабелерезами и рез бокорезами. Видите разницу? В чем фишка еще этих кабелерезов? В том, что они с пружиной. На самом деле это очень удобно. Не нужно постоянно раздвигать. Особенно когда постоянно нужно обрезать провода. Также они дешевые и легкие. Следующая замена бокорезов это вот такие вот ножнички. Не знаю тоже как правильно на самом деле называются. Но ими очень удобно подкусывать стяжки под самый корень. Также можно кусать небольшие квадраты. Там полтора квадрата. 0,75. То есть например вот мы затянули. Абсолютно полностью срезает. То есть ничего не торчит, не будет царапать. И будет эстетично смотреться. Ну так же как альтернатива вот этим ножничкам. И в принципе регулировка усилия затяжки. Можно использовать вот такой вот стяжка затягиватель и откусыватель. Не знаю как он правильно называется. Стяжку взяли. Оп. Он у вас и подтянул как нужно. И откусил сразу стяжку. Но честно скажу я им вообще не пользуюсь. У нас Паша фанат этих пистолетов. Мне не нравится. Потому что я больше собираю щиты. В щите во-первых не везде можно подлезть таким пистолетом. Это раз. А два. Мне намного быстрее это сделать руками. И потом пробежаться быстро все откусить. Чем вот везде подлазить. Смотреть чтобы у меня стяжка сюда именно попала. По-моему это намного дольше. Сейчас переходим к стриперам. Чаще всего мы пользуемся. Либо вот такими. Либо вот такими стриперами. И также пользуемся стрипером книжкой. Сейчас покажу их в деле. Больше всего мне нравится вот этот вот стрипер. У него есть регулировка силы сжатия. Ну также естественно есть регулировка глубины реза. То есть я вот знаю мне под 12 НШВИ нужно вот столько зачистить. Я зачищаю. И вот у меня идеально подходит 12 НШВИ. Но бывает то что нужно зачищать большие какие-то расстояния. Ну точнее побольше. Это конечно не сквозной стрипер. Вот. Но можно снять ограничитель к примеру. И пользоваться вот таким стрипером. Как правило таких зачисток не так много. И поэтому настраиваем один стрипер под одно. Другой под другое. И например постоянно пользуемся вот этим стрипером. Но когда доходим до другой длины. Например применяем вот этот. Чтобы не перенастраивать на стриперах различные расстояния. Стрипером книжкой. Также зачищаем провод. Потому что уже 10 квадрат этими стриперами не почистить. Крайней мере не стоит. Вот. И поэтому мы также используем стрипер книжку. Вот так вот легко и просто зачищаем. То есть здесь есть вот одно примыкание. Потом вот здесь. 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 Я вот по ним ориентируюсь. Уже как бы запомнил. Например чтобы по 12 НШВИ мне зачистить. Мне нужно прижать вот сюда к петле. И можно чуть-чуть побольше. Вот так вот заход сделать. Так вот. Делаем. Надеваем НШВИ. И в принципе практически идеально. Теперь переходим к пресс-клещам. Мне больше нравятся. Которые обжимают круговым обжимом. Вот такие я использую КВТшные. До 10 квадрата. То есть они хорошо обжимают. По всему кругу. Чаще всего я обжимаю еще в несколько раз. Очень плотно сидит. Хороший обжим получается. Переходим к пресс-клещам. Со сменными матрицами. То есть есть которые продаются именно с такими матрицами. Как мы используем. Есть которые продаются под НКИ. И матрицы можно докупить отдельно. То есть вот у нас двойная десятка. И намного беспроблемней и четче обжимают матрица. На которой номер 16. Ну и без проблем все это входит в автоматический выключатель. И даже двойная 16 НШВИ. Также у нас без проблем обжимается. Можно еще потом поджать. И так же она входит в автоматический выключатель. То есть даже 16 квадратом можно вести через двойные НШВИ. Дальше переходим к отверткам. Кроме минусовых отверток. Которые имеют шлиц FL либо SL. Мы используем уже отвертки которые прописаны для применения к оборудованию производителем. То есть это чаще всего идут отвертки PZ FL, PH FL, PZ и PH. Это все вторые номера. Также первые номера. Первого номера PZ FL у нас здесь нету. Куда-то делась эта отвертка. Но у нас всегда есть биты. Вот такие. И динамометрическая отвертка, которая сразу будет прокручивать с нужным моментом затяжки. И любую биту мы можем в нее вставлять. Так что я ее пока вот сюда положу. Также может пригодиться отвертка с переходником под различные звездочки и шестигранники. Набор звездочек, шестигранников, ну и просто бит. Они есть разные. Это дешевый бытовой бошевский. Также у нас есть на объекте сейчас находится девоутовский. Например, звездочка 25 номер используется для того, чтобы откручивать раму щита на щитах АББ серии АТ и Ю. Также есть неплохой такой вот механизмик у данной отвертки. То есть можно с усилием что-то затянуть. Ну и переходим к нашим динамометрическим отверткам. На самом деле вот эта вот отвертка фирмы Fella перекрывает практически все задачи. То есть пользуемся чаще всего именно ей. Смотрим, у нас момент затяжки от 3 до 1,5 Нм. Практически везде этого хватает. То есть если мы даже берем пром-линейку EKF Averis, если берем шнайдеровские серии АКТ-9 автоматические выключатели, ну модульную серию, то у них до 3,5 Нм идет момент затяжки. Но нужно знать, что это указан максимальный момент затяжки. То есть перетягивать нельзя. И в принципе для подключения такой момент затяжки не нужен. Поэтому я тяну на 3 Нм вообще все приходящие линии, а отходящие иногда протягиваю на 2,5 Нм. Этого вполне достаточно. Потому что динамометрические отвертки нужно в принципе возить на поверку. И у них может быть погрешность. И тогда, когда вы выставите, например, 3,5 Нм на какой-то динамометрической отвертке и начнете протягивать все ваше оборудование с таким моментом, а она будет неповеренная и этот момент будет больше, вы можете сорвать клемму. Но также есть, естественно, отвертка до 5 Нм, начинается от 3 до 5. То есть в принципе в этом случае, если нужно 3,5 Нм протянуть, прям по максималке, можно воспользоваться ей. Ну и на некоторых кросс-модулях есть необходимость тянуть по 4, но бывает и даже по 14 Нм. Но на это уже нужно использовать специальный динамометрический ключ. То есть, например, вот такой вот кросс-модуль мы видим под шестигранник большое отверстие. И на него указано вот здесь 14 Нм момент затяжки. Но вот на вот этот шестигранник маленький необходим момент затяжки 4 Нм. Ну и обычные болтовые клеммы PZFL, о них момент затяжки 2 Нм. И следующая динамометрическая отвертка, она идет от 0,6 до 1,5 Нм. Чаще всего я ее использую для того, чтобы протягивать блоки питания, которые устанавливаются на один рейку. То есть Minwell HDR серии, их протягиваю на 0,6 по самому минимуму. И на 0,8, как стоит, это катушка контакторов. Чаще всего момент затяжки на них 0,8 Нм, тоже чтобы не перетянуть. У нас, кстати, тоже была ситуация. Один из парней, который работает в команде, занимается у нас электромонтажом, говорит то, что вот, постоянно на катушке клеммы срываются. А у меня вот ни разу, например, не срывались. Почему? Потому что их вообще не нужно сильно тянуть. И с помощью такой динамометрической отвертки это можно контролировать. Ну и самое главное, конечно, не забывать смотреть этот момент затяжки. То есть, например, вот, как я говорил, на контакторе. Силовые клеммы 3,5 Нм, ну, я тяну на 3. И клеммы управления, клеммы катушки 0,8 Нм. И на самом деле, практически у всех производителей на катушках идет 0,8 Нм. Ну и последнее из этого списка, это различные маркеры. Чаще всего используем мелоки, белые. Когда черный провод, удобнее использовать, конечно, белый маркер. Так, в принципе, в остальных случаях используется черный. Ну, различные. Вот такие тоненькие, тоже неплохие. Ну и вот такие. И также используем пинцеты. Чаще всего для маркировки, когда нужно куда-то подлезть, вставить маркировку. Либо наклеечку взять и наклеить куда-то. Вот, используем пинцеты. Ну и, в принципе, так из допов, которые можно приобрести. Например, вы видели, как мы иногда насверливаем динрейки под крепеж стяжек. Для этого у нас есть специальное устройство, чтобы намечать места, куда засверливаться. Это керно. Смотрите, как оно работает. То есть, например, нам нужно вот здесь вот просверлить. И наше сверло уже с этого места не будет съезжать. Много различных мелочей. Обо всем даже, наверное, так просто не расскажешь. То есть, там, набор различных сверел, что всегда может пригодиться. Потом различные напильники, головки. Динамка у нас еще одна висит. Хауповская, диэлектрическая. Для работы уже под напряжением. Контейнеры с расходкой различной. С ншВИшками. Различные ключики. Такие, такие. Чаще всего маленькие используют. Даже старые вот такие вот дедушкины. Тоже используем. Тут какая-то пыль попала. Из электрического инструмента фен. Болгарка. Также у нас есть еще маленькая болгарка. Тоже сейчас на объекте пока. Различные шуруповерты. Также торцовка. Торцовка может пригодиться, если собираете большие щиты. И укладываете проводники в кабель-каналы. Кабель-канал очень удобно резать торцовкой. Ровненько. Всегда можно там подпилить. Сразу вместе с крышкой. Идеальный рез получится под нужным углом. Также торцовкой при желании, конечно, можно резать гребенки. Но я думаю, честно говоря, это уже перебор. То есть этот список можно бесконечно продолжать и продолжать. Даже у нас не все есть. То есть сейчас мы хотим купить реноватор, например. Чтобы можно было по металлу вырезать, как сразу же в мастерской. Необходимые отверстия в щиты металлические. Если завод, например, идет со стены щита. Также на объекте удобно реноватором работать. То есть у нас он есть, но он всего лишь один. На всю команду. Чисто для мастерской буду приобретать его. Также различный измерительный инструмент. То есть нужны там токовые клещи, например, силу току померить. Также вольтаж можно померить. Можно прозвонить. Можно сопротивление померить. На крайняк там индикаторные отвертки хотя бы. У нас, конечно, нету осциллографов там, мегаометров. Но простейший измерительный инструмент он должен быть. Я считаю обязательно. Ну и, конечно, можно приобрести принтер. Как вот у нас, например, вот такой. Или как стоит он там. Но это уже история для другого ролика. Сейчас не такая простая ситуация с европейскими производителями инструмента на рынке. Конечно, если постараться, все можно купить. Но цена бывает часто неоправдана. Поэтому мы закупились инструментом ЕКФ. И сейчас покажем то, что нам зашло. Вот, например, такие вот ножницы. Ими можно как резать, например, наклеечки, что в нашем случае. Вот мы на принтере их распечатали. И теперь лишние участки мне нужно отрезать. И эти ножнички отлично с этим справляются. Да, вы, конечно, можете сказать, что, в принципе, с такой задачей справятся любые обычные ножницы из канцелярского магазина. Но те ножницы не смогут сделать вот так. То есть, фактически, эти ножницы со встроенным кабелерезом. Чтобы вы понимали, это шестой квадрат. Наклейки сделали на профессиональном принтере. Те, кто профессионально занимаются электромонтажом, у них, конечно, должны быть такие инструменты. На Boosty у нас есть подробное видео про эти принтеры. Следующий классный девайс, который нам понравился, это стрипер для снятия изоляции наружной из круглого кабеля. Также у него, в принципе, есть съемники для различных сечений. Но, честно говоря, я не очень люблю ими пользоваться. Но, в принципе, как дополнительное приложение, это прикольно. Потому что можно взять один такой стрипер, например, и им выполнить необходимые задачи. В целом, эту работу можно выполнять хоть чем, хоть канцелярским ножом. Но так красивее и быстрее. Хочу сразу сказать, что необходимо настроить заранее вылить ножа. Где-то на кончике кабеля или на обрезке каком-то попробовать. Иначе можно повредить наружную изоляцию. То есть мы вот тут вот пробовали, например, сначала на кончике. Увидели то, что глубоковато задевает жилу. Уменьшили немножко длину. И теперь у нас задевает только вот внутренний белый слой, это чуть-чуть. Глубина вылита регулируется вот этим вот колесиком. Я сейчас не буду его крутить, потому что у нас все настроено, чтобы не сбить. В целом, при желании, можно обходиться и ножом. Вот нож, который нас очень приятно удивил. Им, в принципе, тоже можно закрывать большое количество задач. Единственное, что это будет немного дольше. Берем тот же самый круглый кабель. Вот наша отметочка. Аккуратненько режем. Даже я бы сказал, не режем, а я просто надавливаю. В зависимости от острия лезвия. То есть, когда вы работаете с ножом, вы должны понимать то, что нужно больше контролировать, следить за собой, чтобы ничего не перерезать. То есть, я вот прорезал, даже не дорезал изоляцию. Промкабель вот так вот, хоп, подрываю. И все, видите. У меня, в принципе, точно так же ровненько получилось его здесь обрезать. Точнее, обрезать наружную изоляцию. На этом ноже есть вот такое колесико. Я вот так зафиксирую, чтобы никуда лезвие не съезжало. Беру и так же, не сильно надавливая, так же в зависимости от острия лезвия, я не прорезаю до конца изоляцию. Я просто делаю небольшой надрез, чтобы потом можно было легче разорвать. В принципе, некоторые кабели можно разрывать вообще не надрезая. То есть, надрезать только в самом начале и разорвать. Но тогда больше усилий нужно тратить. Мне больше нравится вот такой вот способ. В самом конце я уже силой надавливаю, потому что я знаю, что эта часть у меня точно отрежется. И прорезаю целиком. То есть, здесь вот я ее так вот уже спокойно зачищаю и аккуратненько тяну. И, в принципе, результат у нас точно такой же, как при снятии с трипером. Вот, смотрите, так же все кругленько, хорошо. Так же вокруг кабеля можно сделать надрез с помощью кабелерезов. То есть, например, мы вот берем, так же не сильно надавили, прокрутили. Потом хоп, хоп. Все. Ну и дальше уже все равно придется делать надрез ножом. Это стрипер EKF. Сделан в Германии. Основное его преимущество в том, что никаких проблем с наличием нет. По качеству он точно такой же, как, например, там пистолетные стриперы Хаупа. Ну и аналогичные европейские фирмы. Хотя тактильно он как-то даже поприятнее будет. И чувствуется, что это современная уже модель. Может, потому что у нас старые, которые европейских производителей, поэтому он кажется получше. Вот. Ну, в общем, зашел. Понравился. И при этом у него довольно-таки адекватная цена. В принципе, как на многих пистолетных стриперах, так же можно им что-то обрезать. Какой-то провод. И плюс, которого нет у нас в стрипере Хаупа, это вот такой вот замочек для транспортировки. Вот этот вот стрипер, это прямо самый кайф 2024 года. У меня был подобный от Книпикса, и он еще тогда стоил прямо нереальных каких-то бабок. А сейчас я даже не представляю себе сколько. Этот стрипер вообще идеально подходит для раскручения электрических коробок. Потому что, видите, здесь отверстие есть. То есть можно, в принципе, любой длины жилы просунуть и зачистить. В щитах, как правило, такое не требуется. Но мы уже на этом объекте все коробки раскручили. Вот, допустим, возьмем вот эти вот три жилы. Маркировочку отодвинем. Эта линия у нас с запасом прокинута. Видите, вот они выходят. В принципе, можно любую длину, какая необходимо зачистить. Берем. Идеально для распределительных коробок. Получаем снятую изоляцию любой длины. И потом скручиваем или опрессовываем. Это уже кому как удобнее. С вами был Эрнест, команда Стройплощадки. Всем удачи, хороших объектов. Всем пока. Еще раз напоминаем, что вы нас можете смотреть не только на Ютубе, но и на Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Также Стройплощадка участвует в конкурсе на поездку в Армению в октябре. И если вы хотите поехать с нами, то смотрите видео по ссылке в описании. Всего доброго.